Москва требует освободить арестованного в Минске гендиректора российской компании «Уралкалий» Владислава Баумгартнера. Министерство иностранных дел сегодня дало понять, что инцидент может иметь политические последствия. Российский посол уже встретился и с генпрокурором Белоруссии. Но Минск явно имеет какие-то свои, не исключено и политические планы. Подробности у Ильи Филиппова. Арестованный в Минске глава российского «Уралкалия» Владислав Баумгартнер в эфире новостей национального телевидения Белоруссии в роли главного злодея. Кадры с его задержанием транслируют в каждом выпуске и всячески дают понять, какая же это удача поймать якобы виновника экономических неудач в стране. Видно, что Баумгартнер сильно удивлен тому, что с ним происходит, ведь он посещал Минск с официальным визитом. Следственный комитет республики посчитал ущерб 100 миллионов долларов и явно не скрывает желание найти и посадить рядом с Баумгартнером следующего, по их мнению, злодея, главного акционера «Уралкалия» миллиардера Сулеймана Керимова. Изучаются материалы по проверке деятельности одного из основных акционеров «Уралкалия» Сулеймана Керимова. Напряженные переговоры проходят в обеих столицах. В российский МИД приглашен посол Белоруссии, российский посол в Минске высказывает мнение, которое превалирует в Москве. Приглашение является своего рода некой гарантией безопасности человека. И вот действия силовых структур, правоохранительных ли органов, данная ситуация, конечно, не совсем корректна по отношению к собственной власти. «Уралкалий» действительно ждал переговоров к примирению. Ведь десятилетия две компании «Уралкалий» и «Беларуськалий» работали вместе. Вместе создали проект БКК, белорусская калийная компания. Вместе продавали по всему миру хлористый калий. Это 43% мирового экспорта. Вместе диктовали цены. Декабрь прошлого года стал ключевым в расколе. Белорусский президент Александр Лукашенко подписал указ, лишающий БКК эксклюзивного права продавать удобрения. То есть «Беларуськалий» получил индульгенцию на выбор собственной цены и импортеров. «Уралкалий» нарастил производство, ожидая падения цен, и заявил о выходе из проекта, который невыгодно для российской компании, и не по воле компании был скорректирован. Цены на удобрения стали падать. Белоруссия посчитала это коварным демаршем, ведь для нее калийный бизнес — это 30% доходов в бюджет. И вот итог. Экономический спор моментально детонирует в политику. Беларусь действительно очень сильно напугана перспективой того, что ее бюджет, доходная часть бюджета, просто-напросто схлопнется. При этом мы знаем, что Беларусь снова попросила очередной стабилизационный кредит в размере 3 миллиардов долларов у стран АТЭС. То есть Беларусь страна-должник. И именно поэтому приглашения российских бизнесменов на переговоры на высшем уровне в Белоруссию были вполне логичные. И Баум Гертнер на них без колебаний согласился и вылетел в Минск, не зная, что под него уже приготовили камеру в СИЗО. У большой компании «Уралкалий», производственной мощности которой, конечно, находится на Урале, в Перском крае, в Москве, представительство – это всего лишь несколько комнат в Бутиковском переулке. Но именно отсюда исходили все заявления компании по поводу ареста их генерального директора. Правда, сейчас руководство «Уралкалия» молчит. Ведь детектив действительно стал окончательно политическим. Все переговоры относительно судьбы Баум Гертнера ведутся только на уровне высших чиновников.